друзья всем добрый день меня зовут павел я редактор канала акции китая china stocks сегодня у нас 21 ноября воскресенье и мы как обычно поговорим про китайские компании про экономику китая а прошлый выпуск был в четверг я попробовал провести первую онлайн трансляцию она вышла не совсем идеально в какой-то момент обралась съемка почему-то какие-то технические сложности случились и все закончилось но большинство китайских компаний мы в тот день разобрали отчет китайских компаний такие как alibaba jade com и веб-шоп мы проговорили и сегодня тоже есть маленькое объявление на сегодня будет такой первый пробный формат который я думаю что будет каждое воскресенье сначала я в первую половину не буду записывать вот такой ролик где расскажу о всех новостях по китаю а уже во второй половину дня мы будем проводить онлайн-трансляцию где разберем техническую картину разберем теханализ и поговорим с подписчиками о китайских компаниям отвечая на вопросы и пообщаемся в общем если такой формат будет интересен для нашей аудитории то мы его сделаем регулярно и соответственно если будут какие-то такие сильные колебания на рынках то онлайн трансляция может быть в любой день если какие-то такие супер важные новости будут выходить чтобы пообщаться и поговорить про эти новости и давайте уже начинать итак а сегодняшняя трансляция онлайн трансляция будет в 17 00 по московскому времени поэтому если вам захочется пообщаться то приходите поговорим а сейчас давайте уже поговорим что у нас есть интересного по китаю по новостям но начать хочу с того что мы разбирали вчера в нашем telegram канале мы делали переводы стенограмм и отчетов некоторых компаний и так мы вчера разобрали сделали перевод стенограмму конференц звонка компании jd.com компании айкью также мы сделали переводы отчетов компании finvolution и стенограмму конференц звонка этой компании также сделали разбор отчета компания перевод отчета компания joy и стенограмм конференц звонка то же самое сделали по компании автохом и отчет и стенограмму перевели также сделали то же самое по компании на тези сделали перевод отчета за третий квартал и стенограмму конференц-звонка. Поэтому, если вам интересны эти компании, то заходите и читайте отчеты и стенограммы этих компаний. Там, в принципе, самая важная информация, самые последние данные по этим компаниям. Соответственно, если вам захочется почитать не нашу переведенную версию, а на оригинале, то у нас в Telegram канале есть все ссылки и на английскую версию, и на русскую. Какая вам удобнее, такую и читайте. И давайте уже переходить к новостям, которых у нас сегодня, как обычно, немало. Итак, тоже еще хочу поговорить о том, что на этой неделе у нас большинство китайских компаний показало довольно-таки существенное падение. Либаба упал практически на 16 процентов, Пиндуду на практически 14 процентов, Байду на 11 и так далее. Только некоторые компании, такие как J.D.Co, NetEasy и Key Holdings у нас сегодня выросли. Ну и, конечно же, Tal. Tal у нас тоже вырос на этой неделе, и об этом очень многие говорят. Ну, давайте мы перейдем все-таки к новостям, а по компаниям сделаем разбор уже именно в онлайн-формате. Итак, первая новость у нас это то, что вышло на этих выходных. Китай штрафовал Alibaba, Tencent и Байду в рамках последнего антимонопольного расследования. И детали этой статьи. Alibaba, Tencent и Байду входят в число компаний, которым надзорный орган Китая приказал выплатить в общей сложности 21,5 миллионов юаней или около 3,4 миллиона долларов США штрафов. Компании должны заплатить по 500 тысяч юаней или 78 на 1 тысячу долларов за каждое из 43 нарушений антимонопольного законодательства, говорится, в заявлении государственной администрации по регулированию рынка, опубликованным в субботу. И маленький комментарий вот к этой новости. С одной стороны, это не очень значительные суммы штрафа. Всего лишь три с половиной миллиона долларов в общей сложности. Но с другой стороны, инвесторы у нас сейчас такие пуганные, поэтому неизвестно, как на эти новости отреагируют рынки в понедельник. Вполне возможно, что падение продолжится, но посмотрим уже по факту, как это будет. Потому что по технике, о которой мы поговорим уже вечером, большинство китайских компаний находятся в нижней точке по РСА и так далее. Поэтому довольно сложно будет падать. Поэтому посмотрим, будет ли падение или нет. И следующая новость. Компания X-Penco представляет новый флагманский умный внедорожник G9 для мирового рынка. И детали статьи. На 19-й международной автомобильной выставке в Гуанчжоу в пятницу X-Penco представила свой новый флагманский умный внедорожник G9, включающий в себя новейшую архитектуру программного обеспечения и аппаратную платформу автомобильной компании. G9 – это первая серийная модель X-Penco, оборудованная революционной электронной архитектурой, новейшей усовершенствованной системой помощи водителю, трансмиссий и системой надува нового поколения. G9 специально построен с учетом международных требований, соответствует пятизвездочным стандартам безопасности, а также строгим стандартам сертификации автомобилей. В общем, такая хорошая новость для компании X-Penco, и автомобильной валенки красиво выглядит, на мой взгляд. Но идемте к следующей новости. Негативная новость про Alibaba, но мы переводим все новости позитивные, негативные. Главное, чтобы они были интересные, важные, актуальные. Итак, аналитики считают, эпоха исключительного роста Alibaba закончилась, поскольку покупательная способность китайских потребителей ослабевает. Аналитики отмечают, что холдинг Alibaba Group прощается с золотой эрой исключительных доходов и роста прибыли на фоне значительного снижения потребительских расходов в Китае. Мнение аналитиков заключается в следующем. У Alibaba все еще есть потенциал для достижения более высоких темпов роста на зарубежных рынках и вне розничного рынка Китая, но не во внутреннем розничном бизнесе. Перспективы роста Alibaba будут омрачены жестокой базой и макроэкономическими проблемами в ближайшие кварталы. Хотя Alibaba будет вынуждена развивать новый бизнес, она останется серьезным игроком в мире онлайн-бизнеса Китая. Но посмотрим по факту будут правы это аналитики или нет. Конечно же в этом есть некоторая логика, но думаю, что у Alibaba все-таки будет все хорошо и все опасения немножечко преувеличены. Давайте идти к следующей новости. Компания JD.com NetEasy добавлена в индекс Hang Seng China Evergrande, исключена из индекса China Enterprise. В своем последнем ежеквартальном обзоре составители гонконгского рейтинга Hang Seng индекса добавили гигант электронной коммерции JD.com и компанию NetEasy, хотя в предыдущем обзоре они избегали интернет-компаний, на которые нацелились китайские регуляторы. Застройщик с крупной задолженностью China Evergrande был исключен из индекса Hang Seng China Enterprise и заменен биотехнологической компанией InnoVent Biologic. Добавление двух технологических гигантов отражает то, что рынок стал более стабильным, заявил Луи Це Мингвонг, управляющий директор Welch High Securities. Следующая новость. Слабые доходы от технологии объясняются увеличением расходов и детали этой статьи. Отчеты китайских технологических гигантов за третий квартал этого года были неоднозначными и даже несколько победителей предвещают тяжелые времена. Alibaba объяснила более слабый рост тем, что сослались на правительственные меры, не вдаваясь подробности, что может означать, что технологические гиганты найдут наибольший успех, инвестируя в технологии следующего поколения, о которых трубит Пекин. Одним ярким пятном в квартальном отчете Alibaba стала выручка от облачных вычислений, которая взлетела до небес. Действительно, роста выручки по этому направлению у Alibaba довольно существенно вырос. Переходим к следующей новости. Следующая новость у нас тоже на эту же тему. Платформы электронной коммерции показывают смешанные результаты на фоне ужесточения регулирования. Китайские интернет-гиганты сообщили о смешанных деловых результатах за квартал с июля по сентябрь. Alibaba не оправдала ожидания рынка по росту выручки, а Байду преуспела более чем ожидалось. Бизнес онлайн титанов продолжал расширяться, причем некоторые из них показали более высокие, чем ожидалось результаты. Фу Лян, независимый технический аналитик, рассказал, что штрафы и ужесточение регуляторов могут нанести ущерб прибыльности некоторых интернет-компаний, особенно платформам первого уровня, таких как Alibaba, Mietuan, в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной перспективе их бизнесы выиграют от формирования прозрачной экосистемы честной конкуренции. Посмотрим так это или нет. И следующая новость. У нас несколько новостей про сектор онлайн-образования Китая. Пекин приказал репетиторским компаниям ограничить сборы. Пекинская муниципальная комиссия по развитию и реформам заявила в проекте документа, представленного во вторник, что плата за неклассные занятия, как онлайн, так и оффлайн, будет регулироваться государственным руководством по ценообразованию. В руководстве по ценообразованию говорится, что городские отделы развития и реформ и административные отделы образования установят контрольную цену для автономных классов от 10 до 35 студентов, в то время как цены для других типов классов будут рассчитываться с использованием еще неопределенного соотношения цен. Документ также требует, чтобы средняя заработная плата сотрудников не была значительно выше, чем у сотрудников государственных образовательных компаний в городе. Вот такая вот у нас новость, то есть пытаются регулировать то, что якобы уже упало на 90 с лишним процентов и находятся в таком забытие инвесторов, которые не хотят пока покупать, потому что боятся вкладывать в акции этих компаний. Следующая у нас новость тоже на эту же тематику. Как выживают китайские репетиторские компании. И детали этой статьи, которую вы можете прочитать подробнее, довольно-таки большая. И следующие моменты мы выделили. Руководители крупнейших компаний, таких как New Oriental, это тикер еду, котирующихся на бирже Нью-Йорка и самые мелкие местные предприятия изо всех сил пытаются решить, могут ли они по-прежнему зарабатывать деньги на образование, идти в совершенно другом направлении или полностью закрыться. Поскольку репетиторство по обязательной учебной программе запрещено, компании теперь борются за серую зону внеклассных курсов для учащихся до 9 класса включительно. Такие курсы включают каллиграфию, речь, английскую драму и интеллектуальные исследования, предназначенные для повышения успеваемости по математике. Пока что ни одна из компаний, похоже, не нашла устойчивые модели для диверсификации или расширения своего бизнеса. В этой статье рассказывается несколько примеров, как компании пытаются найти новые какие-то модели, например, компания New Oriental пытается зарабатывать на продаже сельскохозяйственной продукции, которую она выкупает от других компаний и онлайн пытается это продавать. Такое направление и другие примеры тоже есть, как компании пытаются найти новые ниши, не связанные непосредственно с образованием. Но посмотрим, как дальше у нас будут развиваться дела у этих компаний. Следующая новость у нас. Эксперты предупреждают о возможном разрыве дипломатических отношений с Литвой. Глава МИД КНР говорит, подождем и посмотрим. Деталь статьи. После того, как Остров объявил об открытие в четверг своего так называемого представительства в Литве с названием Тайвань вместо Тайбэй, китайское правительство осудило этот акт за серьезное нарушение принципов Единого Китая, обещая принять все необходимые меры для защиты своего суверенитета. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чжао Ли Цзянь заявил, что открытие так называемого тайваньского представительства в Литве является крайне вопиющим. Это возмутительное вмешательство во внутренние дела Китая. Просто подождите и посмотрите, какие меры предпримет Китай. Литва заплатит за свои ошибки, сказал он на пресс-конференции в пятницу. Открытие тайваньского представительства рассматривается как еще одна эскалация после того, как Китай отозвал своего посла в Литве в августе, знаменуя новый виток разрыва отношений между Китаем и страной в Балтийском регионе. И сегодня мы еще не успели перевести статью, но Китай понизил уровень отношений с Литвой до более низкого уровня. И теперь в общем отношения с Литвой и Китаем такие очень напряженные. Давайте идти к следующей новости. Белый дом заявил, что США обеспокоены нарушениями в китайском районе Синьцзянь. И детали этой статьи. Представитель Белого дома Джен Псаки заявила в четверг, что рассмотрение США дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине вызвано опасениями по поводу соблюдения прав человека в провинции Синьцзян. Есть области, которые вызывают у нас беспокойство. Это нарушение прав человека. Сказала Псаки репортерам, у нас есть серьезные опасения. Ну конечно, в Америке всегда есть серьезные опасения, когда идет речь про конкуренцию и про борьбу крупных государств. Итак, следующая статья. Экономика Китая ожидает гораздо более медленный рост, заявил Миллер из компании Bish Book. Детали этого интервью. По словам Лейленда Миллера, генерального директора China Bish Book, экономика Китая замедляется сильнее, чем думают люди. Он прогнозирует более слабый рост в будущем, поскольку правительство вряд ли вмешается со значительными стимулами. Миллер утверждает, что правительство может сдержать проблемы China Evergrande в секторе недвижимости, поскольку оно контролирует банки и других контрагентов. Поэтому неограниченного распространения риска не будет. Но посмотрим, как это все будет выглядеть на практике. И следующая новость. Главный торговый посредник Китая, Лю Хэ, впервые за два года встретился в Пекине с высокопоставленным иностранным бизнесменом. Детали статьи. Китайский вице-президент Лю Хэ, это экономическая правая рука президента Китая Си Цзиньпина, встретился с Беном Кесликом, исполнительным председателем компании Jordan Medheso. Не знаю, как точно произносится название этой компании, но тем не менее. Главный торговый посредник Китая публично принял иностранного делового гостя в Пекине впервые с начала пандемии на фоне растущих дебатов о нулевой терпимости к ковид и о том, когда вторая повеличение экономика мира вновь откроет свои границы. И конечно мы все тоже этого ждем. Следующий блок у нас про статей по поводу Тайваня. Итак, Пекин не спешит брать Тайвань силой. Об этом говорят советники правительства Китая. Деталь статьи. По словам советников правительства Китая, Пекин не торопится присоединить Тайвань с использованием силы, даже несмотря на то, что он активизирует свои усилия по нанесению ударов по силам выступающим за независимость. Советник по делам Тайваня на условиях анонимности сказал, что руководство считает, что ситуация находится под контролем. Добавив, Пекин говорит, что нет причин для беспокойства, пока мы контролируем общую ситуацию. Однако другие наблюдатели предупредили, что Пекин может потерять терпение, если Тайвань и дальше будет продвигать свою повестку независимости. Следующая новость у нас тоже на эту же тему. США и Китай проведут второй раунд экономического диалога на следующей неделе. В общем, США и Тайвань у нас повестка на следующей неделе будет довольно важной. В пятницу государственный госдепартамент сообщил, что Соединенные Штаты и Тайвань на следующей неделе проведут вторую сессию экономического диалога, начатого в прошлом году. В заявлении госдепартамента говорится, что заместитель министра экономического роста энергетики и окружающей среды США Хосе Фернандес возглавит в понедельник второй диалог между США и Тайванем о партнерстве в области экономического процветания. Министерство иностранных дел Тайваня заявило, что виртуальную встречу с Тайванем стороны проведут министр экономики Ван Мэй Хуа и министр науки и технологий У Цзин Цзун. Следующая новость у нас тоже на эту же тему. Киссингер не видит китайского вторжения в Тайвань в следующем десятилетии. Бывший госсекретарь США Генри Киссингер заявил, что не предвидит китайского военного вторжения на Тайвань в ближайшие десятилетия, хотя вполне возможно, что Китай будет стремиться ослабить статус острова. «Я не ожидаю полномасштабного нападения на Тайвань в течение десятилетнего периода, насколько я могу судить», — сказал Киссингер в интервью телеканалу CNN. Одновременно с этим он заявил, что Китай примет меры, которые ослабит способность Тайваня казаться в значительной степени автономным. Следующая новость. МВФ призывает Китай четко и скоординированно бороться с финансовыми рисками и подробности этого заявления. В заявлении Международного валютного фонда, опубликованном в пятницу, говорится, что Китай должен устранять финансовые риски четким и скоординированным образом и временно изменить свою налогово-бюджетную политику на нейтральную позицию с ограничительного подхода в этом году. В качестве причин замедления темпов роста МВФ называет прекращение политической поддержки Китая, ущерб для потребления в результате вспышек COVID-19 и недавнее отключение электроэнергии и замедление инвестиций в недвижимость. МВФ также призвал к всеобъемлющему подходу к реструктуризации банков для укрепления банковской системы Китая, а также к усилиям по открытию рынков и реформированию государственных предприятий. И будем надеяться, что Китай прислушивается к мнению МВФ. И следующая статья. «Личная встреча Си и Байдена решит больше проблем», предполагает Майкл Блумберг. Наверное, для многих известный бизнесмен и владелец здания Bloomberg. И деталь статьи. «Виртуальный саммит Си и Байдена показывает, что двухсторонние отношения развиваются в правильном направлении, но личная встреча была бы лучше, чтобы решить больше проблем», сказал Майкл Блумберг на форуме в Сингапуре. «Мне было приятно видеть, как президенты собираются виртуально», сказал он. «Было бы лучше, если бы они отправились в какую-нибудь хижину в лесу на неделю и попытались решить больше проблем». Отметив, что две страны являются сверхдержавами с «не только военной мощью, но и экономической мощью», сказал Блумберг, что «у этих стран есть люди, ресурсы и опыт, и если они не будут работать вместе, у нас большие проблемы». И это действительно так. И следующая статья. «Генеральный директор Гонконгской биржи сказал, что экспансия Китая приведет к большому финансовому взрыву». И детали этих высказываний. «Главный исполнительный директор Гонконгской биржи Николас Агузин заявил, что продолжающееся расширение Китая приведет к следующему большому финансовому взрыву, поскольку страна будет стремиться к расширению инвестиций». Агузин уверен, что рынок капитала Китая утроится в течение следующих десяти лет и страна станет крупнейшей экономикой в мире. Агузин считает, что в краткосрочной перспективе регуляторное давление усилится, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе этот регуляторный толчок установит правила игры и многие страны, вероятно, будут им следовать, сказал он. Не самые такие приятные, конечно, ожидания, что давление усилится, но… Посмотрим, как это будет на практике выглядеть. И последняя статья на сегодня. «Китай отложит увеличение налогов и снизит сборы», сообщает Securities Daily. И подробности этой статьи. «Китай, вероятно, еще больше снизит налоги и сборы», сообщила государственная газета со ссылкой на экспертов. Эксперты полагают, что следующий этап налоговых льгот и налогов будет нацелен на малые, средние и микропредприятия, особенно производственных фирм и может включать увеличение вычетов на их исследовательские расходы. Ну, посмотрим, если это будет так, это, конечно, будет существенно позитивы для Китая. И на сегодня это все. И я еще раз напоминаю, что у нас сегодня будет в 17 часов по московскому времени онлайн-встречи, где я расскажу мое мнение по теханализу, поговорим по китайским компаниям, отвечая на вопросы подписчиков. Поэтому уже увидимся сегодня, несколько позже. Буду рад всех видеть. На сегодня это все и до скорой встречи.